Здравствуйте, на этом канале я буду рассказывать о становлении компьютерных игр в нашем мире. Каждое видео в выпуске я буду относить к одному дню, когда выходили компьютерные игры. И буду очень кратко рассказывать о каждой игре, начиная с того дня, когда вышла самая первая компьютерная игра и так далее, день за днем, по мере их выхода. Итак, начнем. Как вы уже догадались по названию и по моему вступлению, в этом выпуске я расскажу о самой первой в мире компьютерной игре. Перематываем время назад и возвращаемся в начало 1940 года, когда американский физик Эдвард Кондон со своими ассистентами Джеральдом Тони и Уиллардом Дер разработали устройство, а точнее компьютерную игровую электронно-релейную машину и дали имя Нематрон. Но только 24 сентября этого же года на это устройство был выдан патент издательством Westinghouse Electric. И будем считать, что эта дата и есть начало выхода первой компьютерной игры. Нематрон представляет собой цифровой компьютер, состоящий из четырех столбцов по семь ламп, каждая из которых либо горит, либо погашена. Лампы в этой игре управляются посредством реле. В предлагаемой игре участвуют два игрока, в роли одного из которых берет на себе компьютер. Игрок, делая ход, может погасить одну или более лампу в одном из рядов. Далее наступает такой же ход компьютера. Тот, кто выключает последнюю лампу, выигрывает. Если машина проигрывала, то она выдавала игроку жетон, на котором было напечатано. Ним Чамп. В переводе с английского, что значило чемпион Ним. Несмотря на то, что игра является претендентом на первую цифровую и компьютерную игру, и на успех на всемирной выставке, ее влияние на последующее развитие электронных игр и цифровых компьютеров считается незначительным. Кондон рассматривает машину как самый большой провал в своей карьере, так как он не понял того панциала, который был заложен в изобретении. В поданном патенте было описание внутреннего представления чисел, которые оказались универсальными в грядущей компьютерной революции. Но поскольку Ниматрон был создан только как развлекательное устройство, в отличие от других машин своего времени, восхваляющих технологии, ни Кондо, ни другие менеджеры в Эстингхаус не поняли, что оказалось в их распоряжении. Машина пропала без вести и с большей вероятностью была разобрана, и таким образом была почти полностью забыта. На этом рассказ о самой первой компьютерной игре подошел к концу. Ставим лайк, если вам понравилось видео, подписываемся на мой канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Также подписываемся на мою группу ВКонтакте. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok